Встречайте, друзья, не только! Громче, громче! Громче, громче! И мы от вас, городских девчонок, ничем не отличаемся. Вот, посудите сами. Вот вы, городские, тоже в коротких юбках ходите, чтобы в цепь на лесопеде не заживала. Вот вы тоже специально на своих мотоциклах в клуб не ездите, чтобы вас пацаны покатали. Кстати, это Мариска, наша дурочка с переулочкой. Ой, мы вообще-то скоро в центр на улице переезжаем. И у меня есть песня, друзья. Така-така, а вот така. В семье у нас разные кофе, где-то жены рыбачи. Пойдем, дома пошьем, а я говорю по-ишачи. Лариса, что с тобой вообще происходит? Да я как в церкви в грузчицей устроилась, а все, из меня песни что-то лезут. Лариса, иди кресты носи. Кто-то сказал крести носи? Ой! Друзья познакомьтесь, это Галька, наша чулынская лидерша. Галька, а ты че такая вкусная вышла? Да щас девчонке расскажу. Моя деревня зовется чулын, и как-то поженилась с борьбом молодым. Решил у нас забора штатин оторвать, и начал по деревне меня палкой гонять. Я вся связала, побежала к маме, сразу все связала, а своей я тратник закрыл глаза рукой. Она мне проговорила, дочка, у меня ведь точно так же было, и она сказала мне, запомнить нам так. Настоящую любовь можно найти только из-под палки. Вы че? Вы че вырядились? Вы как мужские роли-то отыгрывать будете? Вы стыдные независимые женщины! Да! Мы не будем просить пацанов и других команд отыгрывать в наших миниатюрах! Да! Мы будем мужские роли отыгрывать сами. Мы же горали даже плечом. Ну че, Пашка, давайте, давайте наш мотоцикл юмора! А вот так, как вы, с вами, совместно с 20-м деком за 7-м сутами представляет вам Миниатюры! 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 Эй-эй-эй! Какой педикюр классный! Да правильно? Дорогие друзья, представьте случай на улице. Ой, дорогая, че-то неудобно мне. Че-то неудобно, подожди, че-то мешается. Подожди, молодец. Замка упала, это, ну, сля! Представьте в обычном деревенском магазине одежды. Здравствуйте, у вас есть свиншот? Нет. Пуговер? Нет. Кардиган? Нет. Кофта? Кофта, хрена! Представьте, в очень раздражительному партию попался сложный вариант на экзамене. Паш, у тебя какой вариант? Говорю, вариант какой? Да какой вариант, Паш? Дебильный, личная обувь, это неудобная! Дорогие друзья, все мы когда взрослеем, берем вот так ключи от машины. Но в деревне это выглядит немного по-другому. Батя, батя, батя. Тише, манку разбудишь. Чего тебе? Это, дай ключи от машины. Нафига тебе? Да все пацаны на дачах ездят, девчонок возят. Да, а Серега вообще на Солярисе ездит. Так вон у нас трактор на Солярисе ездит. Ну и как? Дай ключи от трактора тогда. Ну ладно, подожди. Да, бог. Да ходи же там, мать не разбуди. Вот, брат, там ключи от трактора. Дорогие друзья, вот муми в своих гробницах Хранятся очень много-много лет. А открытой лиге всего 5 лет. Так вот, подсадите сами. Открытая лига не мумия. Спасибо, команды Грэстолик. Вот, я не стану сын, я не знаю. Пошелые зрители у меня. И еще это пол-полкомпорт подойдет вам, команды. Грэстолик. Так вот, любимый конкурс, что разминка. Расминка, это когда команда зовет вопрос, а они тут же на него отвечают. Инпровизационно. Понимаете, такой корпус. Они не готовились к нему. Что-то прикол. И у нас есть вопросы от членов жюри. Кто начнет? Юлия Алексеевна, друзья, ваши аплодисменты. У меня очень простой вопрос. Мы дали вам поездку в Сочи. Что подарите вы нам? А, я думал, так просто, под подарок. Вот так принято, да? Молодежь, мы все-таки принято. Пожалуйста. Милый друг. Милый друг. Мы дарим вам поездку в Сочи. Что подарите вы нам? Магнитик. А ну, я не готовлюсь. Плохой, очень-плохой. Плохой, очень-плохой. Мы дарим вам поездку в Сочи. Что подарите вы нам? Ну, а мы тогда, ваши коллеги, больше играть никогда не будем. Магнитик. 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 Мы дарим вам поездку в Сочи. Что подарите вы нам? Ну, поездку в Чулы. Мы тоже должны меня выиграть. В доминоху нам не ожидали. Спасибо, сегодня молодой флотик. А! И всегда окажется шлифонерчик. Мы дарим вам поездку в Сочи. Что подарите вы нам? Ну, мы после фотографии на телефоне покажем. Девочки. Девочки. Они удачи выступают. Очень хорошо. Спасибо большое. Юля. И следующий вопрос у нас. Не знаю, кто в фенотеке. Чтобы кто-то большой встал. По-моему, это Евгений Зайцев. Судя по размеру. Пожалуйста, Евгений, ваш вопрос. Он может быть не смешным, если одет. Не обязательно словит. А, если смешной, вообще. Класс. Ну что ж. Неожиданно, как обычно в Сибири, нас купил холод в октябре. Отопление не дали. И теперь вопрос. Как одинокому, популярному молодому человеку согреться осенними вечерами? Это не у тебя нас не спрашивает? А, да. А, да. Столик, пожалуйста. Ехать в Чулы. Там отопление дали. Как молодому, популярному человеку согреться холодными осенними вечерами? Да я вроде не замерз. Не выйду. Итак, как молодому, популярному человеку согреться холодными осенними вечерами? Берем эти вот так две ладошки. На них дышите так. И за шею. Вот так директора Жека и душите очень сильно. Красава. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не на столько старе, чтобы быть директором. Жень, аккуратненько твои глаза, аккуратненько. Гнём? О! Всегда кажете. Итак. Ха. Тут поплыл. А, да. Как молодому, популярному, симпатичному с квартирой офисента. Молодому человеку согреться осенним холодным вечером. Ну, мы тебе идеала можем дать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Чтобы мы ему не поплюнули, да? Да! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Плохой, а очень плохой. АПЛОДИСМЕНТЫ Я тебя не приметь. Потому что ж как молодому популярному человеку согреться холодными осенними вечерами. Где этот молодой? Что-то я не понимаю. Вот, друзья, еще один раз ровно сдался. И задает ее... Игорь Пандаренко! Давай мы так в голове не хлопали. Да, просто на самом деле вопросов куча. Хоть мне в голове надо сразу как-то выбрать один, но давайте, чтобы прямо четко что-нибудь стихотворное закончить с противного стихотворения. О, что вы! Обожаю, Акстерыч. Все, все, уважаемые, но я сам не могу придумать такую. Ну, да ладно. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. А чего явилась ты? И продолжим ты. Только... Ты дурыня, пожалуйста. У нас тут... КВС, конечно, проще. Они... Какой-нибудь... Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. А что явилась? Что не запылилась? Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. А что явилась? Мы же в бане тебе в другую дверь поюели. Прикольно, прикольно. Прикольно, прикольно. Только это было. И, прям, всегда кажется, сейчас ответим. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. А что явилась? Я, кстати, что явилась? Прикольно, пронялась. Будете? Я, так, молодой МВС. А, против, я не могу объяснить что явилась в конце. Хорошо. Ну, конечно, вы правильно диктует. Я помню чудное мгновение ты, а мной явилась ты. Ты очень клёвая, серьёзно, но знаете, вот и сейчас нежней. Урау! И... Ещё хоть, что ли? Отчаянно? А мне не страшно, что мы вам проиграли. Я помню чудное мгновение, а мной явилась ты, а чё явилась ты? А правильно? Ничего, а что? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Окей, это плохой, очень плохой! И мы решаем на отбивку на этой забавной нотке, что это забавной нотке. Итак, друзья, возьмите всех команда прямо сейчас. Может быть, готов? Готов встретить, не вам, задерживай конкурс. Готов! О, мы продолжаем! Что-то интересненькое у нас на очереди. Что же это что? Давайте сбросим у команды КВН Столик! Столик, друзья, сборная члены. Мы как раз в вашем выпуске! Дорогие друзья, все мы смотрели фильм «Мальчишник Вегаси». Ну и, конечно, слышали песню на недельку на втором. Многим может показаться, что эти вещи вообще никак не связаны. Но ни одна ночь у нас в Вегаси не сравнится с целой неделей в этой замечательной деревне. Итак, 2 сентября. Деревня Комарова. Деревня Комарова. Ё-моё, где я? А, в Комарова. Ё-моё, а чего сюда приехал? А, песню писать. Так, что тут по песне? На недельку до второго я уеду в Комарово. Ха-ха-ха! Ну, так ровно, так ровно тебе привет! Ха-ха-ха! Ты кто такой? Вот ты, Таёш! Ты уже неделю здесь каждый день со мной знакомишься! И я, Иван Плёвович Крузович, Ай-ха-ха! Ну, там, человек и барахон! Давай, Комарова. Нет. Почему? Я хочу, чтобы в синем поле не тонули корабли. Ха-ха-ха, иван Казачкович. О, кстати, хорошая строчка! А чё? Когда ты это, правда сегодня уезжаешь, да? Да! Да, оставься ещё на денёк! Не получится! Почему? Ну, вот смотри. На один тельку. На третье. Го! Я уеду. Видишь, не ложится, не ложится. Ладно, не ложится. Пойду и как я там прилягу. Давай, давай. Чего сидишь, по глазам не смотришь? Не стыдно? Нет. А, значит, не он. Шурчелла. Шурчелла. Шурчелла? Шурчелла? Я вижу, что ты чурчелла. Чё надо? Чё надо? Чё ты забыл? Повторяй. Чё ты забыл? Повторяй. Всё, иди отсюда. Так, чё там по песне? На недельку. На недельку. На вторую. Чё такое? Нет, нет. Ну, кстати, ход хороший, в принципе, да. Ну, здорово, живой. Живой, здорово, ты кто? Нет. Я твой личный водолаз. Чё за водолаз-то? Ну, вот, втораясь, прочь-ка, третий куплет. Личный водолаз на общественных началах. Волонтерский корпус Гомарова, вот, Василий, привет. Привет. Мы вчера на твой клад нашли, всё, забирай. Ой, вот только кладов мне не надо. Да-да-да. Слушай, чё ты пришёл-то? Я как-то вчера песню классную пел просто. Вот она отлично подойдёт, как саундтрек к какому-нибудь мультфильму. Например, Кну Погоди. Не, слушай, это какой-то скучный вообще скучный. Давай лучше вот этому весёлому, а? На неделю до второго, в Кавкену до порова. Я в москресные крички вам на крае же земли, Я в москресные крички вам на крае же земли. Наеду до порова. Слышь, какое ты весёлый, ты нормальный что-то? Давай, всё, дуй отсюда! Давай, конечно. О, поезд бой, поезд бой! Надо быстрее бежать на электричку! Ух! Успел! Уважаемые пассажиры нашего поезда, мы желаем вам счастливого пути и предлагаем прослушать авторское произведение. На неделю до второго, и на уеду хэй, до второго! Дорогие друзья, вот обычный парень мог написать гит, но у него не вышло, просто потерял мисточек. И что вы хотели сказать этим номерам? Ну, будьте внимательны, дорогие друзья! Команда Гристорик, спасибо! Я не стану сын, микро-район троём моих! Возьмите меня, Гристорик!